Спецслужбы США 20 лет вели подготовку переворота на Украине. Об этом в эфире телеканала Russia Today заявил бывший американский агент Скотт Рикард. К этой операции готовились на протяжении 20 лет. 20 лет НАТО пыталось добраться туда. Они начали наступление спустя всего 4 года после того, как обещали Горбачеву, что альянс ни на дюйм не продвинется на восток. Фактически они хотели заполучить постсоветские государства и ресурсы, которыми те располагают. Бывший агент также сообщил, что финансирование операции происходило сразу же из нескольких источников. Какие-то деньги передавали немецкие и польские бизнесмены, которые таким образом пытались захватить контроль над газовыми трубопроводами. Ну а главный поток средств шел из Вашингтона. Причем операцию оплачивали не только госслужбы, но даже и частные лица. Среди них был, кстати, даже всемирно известный меценат Джордж Сорос, который потратил на это 10 миллиардов долларов. 20 лет США и НАТО выращивали на Украине свою агентуру влияния. 20 лет через разные фонды прокачивались миллиарды долларов, чтобы воспитать в стране преданную и управляемую пятую колонну. Сергей Глазьев. Колоссальное влияние со стороны США, их партнеров по НАТО, которые в течение 20 лет только по официальным каналам Госдепартамента потратили 5 миллиардов долларов. Эту цифру нужно увеличить в три раза с учетом грантов ЕС, других стран НАТО, грантов по линии спецслужб, которые нигде не фиксировались. Эти вложения рано или поздно должны были окупиться, полностью оторвав Украину от России. И когда Янукович попытался отойти от написанного для него сценария, отказавшись подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, последовала расплата. Как по мановению волшебной палочки в самом центре украинской столицы возникла мощная протестная инфраструктура. Тысячи человек в течение нескольких месяцев сидят на Майдане в полной боевой выкладке с трехразовым питанием и культурной программой. Откуда деньги на весь этот праздник затянувшегося непослушания? По данным Сергея Глазьева, США тратят на содержание украинского протеста по 20 миллионов долларов в неделю. Вот откуда все эти мешки с песком, палатки, бронежилеты, а главное добровольцы, получающие зарплату как наемники в горячих точках. Но финансовая помощь – это только половина дела. Гораздо более важный вклад США в украинский Майдан заключается в том, что американское посольство де-факто превратилось в штаб погромщиков, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, дипломаты организуют там совещания с лидерами протестующих, проводят инструктаж, раздают оружие и вербуют боевиков. Не сумев заполучить Украину мирными средствами, США сделали ставку на провоцирование управляемого хаоса. Вот уже почти три месяца страну жестоко лихорадит, а когда появляются первые признаки успокоения, ситуация внезапно обостряется. Последний раз такое случилось 18 февраля, когда оппозиция, нарушив все договоренности, в том числе и по поводу амнистии боевикам, попыталась захватить Верховную Раду. Власть была вынуждена ответить. Милиция начала выдавливание погромщиков из правительственного квартала. В ответ раздалась стрельба. Счет пострадавших пошел на десятки. Появились первые убитые. На данный момент в Киеве 25 погибших по официальным данным. Из них 9 – сотрудники правоохранительных органов. Причина смерти – огнестрельные ранения. Госпитализировано 240 человек. Из 80 раненых милиционеров 74 пострадали от применения огнестрельного оружия. В этот момент власть наконец-то принимает решение зачистить Майдан и ликвидировать этот очаг насилия и хаоса. Окончательно. Беркут занимает прилегающие улицы. Приступает к разбору баррикад. В Вашингтоне это видят. И среди американского руководства начинается настоящая паника. Если позволить Януковичу раздавить Майдан, 20 лет напряженной работы и 15 миллиардов долларов вылетят в трубу. И тогда из США раздается грозный окрик. Второй человек в американской власти, вице-президент Джо Байден, лично предупреждает Киев. Джо Байден. Надо отозвать силовые подразделения и проявить максимальную сдержанность. США осуждают насилие, однако правительство несет особую ответственность за снижение напряженности. Необходимо немедленно возобновить диалог с лидерами оппозиции с целью удовлетворить законные требования протестующих. Проще говоря, Януковича призвали сдаться, передав всю полноту власти погромщикам и убийцам. Украина в намерен. Мы введем около 5 миллионов долларов 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 за украину в эти и другие цели. Мы ващества, попросив и демократик, украина. Today, there are senior officials in the Ukrainian government, in the business community, as well as in the opposition, civil society and the religious community, who believe in this democratic and European future for their country. And they've been working hard to move their country and their president in the right direction. We urge the government, we urge the president, to listen to these voices, to listen to the Ukrainian people, to listen to the Euromaidan. The external influence is from the Americans and European structures through a huge number of non-profit organizations and funds. They, in the course of 20 years, they are stable, they are stable, the Ukrainian intellectual and political elite. And in one publication, we use our integration, which is about 100% in the minus. This is about 1 to 100%. We are not doing this work. And, finally, the human infrastructure is in order to have to serve the people of the U.S. to people in the United States, with people with their financial interests. They control the people of the U.S. with their mensen's and European press. They are involved with their micro and European teams. So, all of the U.S. the U.S. the U.S. are engaged in an anti-Rosaaaa-like. They are engaged in Paris. that are engaged in the US, опасных событий на Украине многие ранее тщательно скрывавшиеся от широкой публики факты стали буквально выпирать на поверхность как шило из мешка и сегодня мы воочию убеждаемся в том что не знали и десятой доли того что реально делается в нашей стране и какие страшные угрозы в ней возревают и дождались пока эти угрозы не материализовались на наших улицах в виде самой настоящей вражеской армии атакующей Украину с целью ее полной оккупации в любом деле а в политике в особенности очень важно называть вещи своими именами потому что если этого не происходит смысл происходящего затуманивается а порой даже искажается до полной неузнаваемости это прекрасно понимают специалисты в области массовой пропаганды которые сегодня обеспечивают информационное сопровождение государственного переворота происходящего на украине ими разработан целый набор дезинформационной терминологии главное назначение которой полностью задурить мозги обывателю и заставить его верить в то что черное это белое и наоборот так например тот же переворот то есть действие по насильственному захвату власти происходящее в нарушении всех действующих законов и конституции объявляется народной революции для которой мол никакие законы не писаны точно по той же логике отряды боевиков постоянно атакующие силы правопорядка с помощью зажигательных бомб холодного оружия и даже камнеметных машин именуется не иначе как мирными демонстрантами осуществляющими свое право на законный протест известное выражение как корабль назовешь так он и поплывет не лишено здравого смысла потому что когда рядовой обыватель с утра до ночи два месяца подряд слышит по телевизору рассказы о мирных протестах в киеве то он поневоле начинает думать что сжигать заживо милиционеров это вполне мирное и демократическое занятие а те кто этим занимается никакие не боевики и злостные нарушители закона а просто симпатичные молодые шалопа и которые решили немножко пошалить кстати именно так весело и непринужденно всю эту шаловливую публику и преподносят киевские сми взахлеб расписывающие романтику майдана карнавальные одежды революционеров и красиво пылающие огнем улицы киева вот мол какая нынче веселуха настала но просто праздник к жизни и здоровья спешите присоединиться мы однако не станем спешить участвовать в этом всеобщем угаре революционности и попробуем все-таки еще раз назвать вещи своими именами и так давайте прежде всего посмотрим что на самом деле скрывается за гламурной картинкой чистого революционного романтизма который якобы движет этими юношами нежными с глазами горящими а для начала вернемся на довольно много лет назад в 2006 год и заглянем в европейское захолустье эстонию оказывается там уже в те давние времена без лишнего так сказать шума и пыли была развернута массовая военная подготовка этих самых украинских юношей и девушек по полной программе разведывательно диверсионных частей государств нато как и все дети ученики этой школы оказались довольно беспечными и нащелкали целую кучу замечательных фотографий красноречиво свидетельствующих о том чем они там занимались как оказалось натовские инструкторы учили этих деток таким милым забавам как установки мин ловушек на автомобильных дорогах снайперской стрельбе военной радиосвязи и многим другим абсолютно необходимым в повседневной жизни премудростям за прошедшие с тех пор 8 лет только через одну эту натовскую школу прошло несколько сотен будущих западноукраинских боевиков а сколько всего таких школ действует за границами украины и сколько тысяч полностью обученных диверсантов было там подготовлено знают наверное только сами организаторы этих благотворительных учебных заведений это мы к тому насколько соответствуют действительности все эти россказни киевской прессы про беззащитных мирных демонстрантов избиваемых кровавым беркутом сегодня действительно пришло время называть вещи своими именами и избавляться от инфантильных иллюзий насчет травоядного характера нынешнего бунта и вегетарианских наклонностей его организаторов пора наконец осознать суровую и беспощадную реальность в украине за последние десять лет при полном попустительстве а порой и прямой поддержки государственных властей были в полуподпольном режиме подготовлены а затем и развернуты полнокровные профессионально обученные идеологически вымуштрованные и предельно агрессивные вооруженные силы западной украины которые являются прямыми наследниками бандеровской ауну па и преследуют точно такие же стратегические цели состоящие в насильственном захвате территории всей украины и подчинение ее своей воле эта крайняя агрессивность в свою очередь продиктована безвыходном положении самой галичины которая являясь экономически несостоятельным регионом вынуждена добиваться контроля над другими территориями чтобы элементарно жить за их счет сегодня эта армия долго и упорно готовившаяся к своей миссии начала действовать практически в открытую выполняя именно те задачи которые вытекают из незавидного геополитического положения галичины и пусть никого не смущает тот факт что на данном этапе солдаты и офицеры этой армии маскируются в гражданскую одежду и применяют в основном нелетальные виды оружия все это полностью соответствует тем же натовским методикам по организации диверсионно-подрывных действий которые подразумевают наличие нескольких этапов захвата власти первыми из которых как раз и является так называемый мирный протест с элементами ограниченного насилия тем не менее личный состав этой армии вторжения полностью обучен как мы в этом убедились на эстонском примере для ведения полномасштабных боевых действий с применением всех видов огнестрельного оружия и готов немедленно перейти к этой фазе агрессии сразу же после получения соответствующей команды кто осуществляет активные силовые действия с той стороны это действительно подготовленные люди которые готовили заранее сегодня не сегодня в течение последних двух месяцев из-за рубежа заезжали под видом журналистов инструктора в том числе психологи и так далее и так далее те которые готовили для действий в условиях принципе гражданской войны с учетом особенностей самой украины что у нас они используют настолько брутально то что у нас разделено ментально наше население на западную украину и восточную и юго-восточную вот они это используют я видел глаза детей по сути дела которые пришли сюда вы понимаете среди них была та просто молодежь которые просто если можно прямо честно сказать купили для массовки а были те же самые ультрас которые вот они были готовы они готовы были пойти на кровь лишь бы себя реализовать схема абсолютно отработана мы видим четкую работу от глаз нового центра который находится в киеве мы видим там и тыловое обеспечение и видим там охранное обеспечение информационное обеспечение видимо существует и финансовое обеспечение то есть мы видим четкую военизированную организацию у них организационная структура создана то есть организационная структура боевики и руководители созданы мало того в интернете сейчас прошла информация о том что около 400 боевиков украинцев воевала в сирии против режима и они вернулись сюда они не подчиняются сегодня ни клычко не тихни богу никому они выполняют те задачи которые мы ставят их не какое-то руководство которых мы не знаем на минувшей неделе основными объектами боевого воздействия диверсионных групп противника стали органы власти практически по всей территории украины при этом основное внимание в рамках четкого плана стратегического наступления вражеское командование уделила взятию под контроль тех областных центров помимо галичины которые обеспечивали западной украине прочную коммуникацию с центром государства городом киевом и его изоляцию от всей остальной страны отсюда атаки на житомирскую винницкую черкасскую и черниговскую обл администрации практически во всех случаях нападения производились по одной и той же тактической схеме с применением одних и тех же сил и средств что помимо всего прочего говорит о четкой координации и высокой степени обученности личного состава боевых групп в город прибыл около 200 западенцев сначала на 10 машинах автомайдана а потом еще на поезде на месте они устанавливают контакт с оргкомитетом который поступает в их распоряжение кроме того местный оргкомитет организовывает платных штурмовиков из местных птушников и фанатов платят по 350 гривен структура штурмовой толпы выглядит так штаб 5 7 человек западенцев плюс два местных дальше организаторы местного майдана ядро 100 150 западенцев птушники и футбольные болельщики 500 700 человек отдельно остановлюсь на западенцах человек 30 чистые боевики в военном камуфляже некоторые военных касках бросается в глаза четкость организации по военному принципу подчиненности порядок выполнения приказов именно они ведут на штурм толпу технология штурма эмоциональная накачка заготовленные лозунги для казацкого края побили казака гаврилюка честерп ему обвинение власти во всех грехах и вызов ее на ковер требование отставки стих поэта требование впустить народ местный орган власти на прием дальше штурм действие многократно усиливается подконтрольными центру переворота сми так корреспондент 24 канала полностью координирует со штабом штурма и направляется в те или иные точки по их указанию ядро штурма чисто экстремисты особую важность в контексте обеспечения стратегического контроля над территорией представляет для противника одесская область захват которой дает галичине жизненно необходимый выход к морю и возможность существенно укрепить свои экономические и торговые позиции соответственно в одессу было направлено усиленное боевое подразделение бандеровской армии которая уже на месте была пополнена фанатично настроенной студенческой молодежью из того же западного региона украины однако именно в одессе у агрессора вышла самая крупная на данный момент осечка местные власти отреагировали на угрозу предельно собранно задействовали весь наличный потенциал и фактически поставили боевиков перед выбором либо перейти к прямым боевым действиям либо отказаться от своего плана очевидно что пока приказа идти на штурм они не получили но явно находятся в ожидании сигнала на переход к более активной и горячей фазе которой они полностью готовы в том числе и материально технически в последние дни информации об активном складировании оружия на захваченных противником объектах в киеве и других городах украины становится все больше к тому же следующая фаза государственного переворота переход который уже назревает предусматривает установление контроля боевиков над гарнизонами правительственных войск в западных областях их разоружение а также захват расположенных там армейских арсеналов а это многие миллионы единиц огнестрельного оружия сотни танков боевых машин пехоты и артиллерийских орудий одесситам нужно полностью отдавать себе отчет в том с каким именно врагом мы сегодня имеем дело и с предельной четкостью понимать что речь идет не о каких-то там безобидных мирных демонстрантах но а прекрасно организованной подготовленной и оснащенной всем необходимым безжалостной и беспощадной силе которая не заинтересована ни в каком диалоге с нами а только в тотальном уничтожении и искоренении всех и вся кто этой силе не желает покориться впрочем покорившихся тоже уничтожат только во вторую очередь тем не менее преувеличивать военно-политическую мощь противника готового развязать против нас полномасштабную войну на данный момент не следует с учетом того что во многих регионах административные здания уже освобождены от боевиков минимальными силами правоохранительных органов и что самое главное местного населения вывод напрашивается сам собой подготовленной для активных действий живой силы у экстремистов явно недостаточно чтобы одновременно буянить в киеве и гастролировать по всей украине не случайно на день самых массовых захватов органов власти в регионах в киеве было отменено очередное народное вече под предлогом траура по невинно убиенным участникам мятежа на самом деле майдан просто опустел потому что большая часть боевиков была брошена на атаку областных администраций на сегодняшний день общая численность боевых формирований противника прошедших необходимую подготовку и обладающих достаточной боевой устойчивостью можно оценивать примерно в 20-25 тысяч активных штыков то есть что-то около полутора дивизий полного состава а это значит что государство украина при наличии твердой политической воли может с ними без особого труда справиться и одесса первой давшая достойный отпор неприятелю это вполне подтвердила роман семёнов аналитическая программа бэкграунд прошла не считая что сражаются за свою родину как их деды и прадеды и во многом рассматривать сегодняшнюю ситуацию как интервенцию иностранных государств на территории украины именно германии соединенных штатов такую же как и в сорок первом и в семнадцатом и семнадцатом годах и так далее и в этом сила и в этом логика почему эти люди вообще стоят вот два две тысячи человек держат огромную систему атаки и в принципе не имея даже тылов и говорили с мандальщиками и очень важное наблюдение нашей делегации очень у многих но у всех скрытые лица и очень многие вообще отказываются произносить звуки то есть мнение нашей делегации что там огромное количество действительно иностранцев которые просто держат рот на замке и это тоже характерная особенность интервенция а метод владимир владимирович но предсекретарь сказал это метод государственный переворот то есть интервенция путем попытки государственного переворота но напоминает события чехословакии с австрии аншлюз и так далее то есть метод ультиматума но и элементы этого вторжения это конечно мощная пятая колонна заранее подготовленная если документ чего хотят вообще экстремисты и интервенты они хотят документ 300 листов соглашение которое не было подписано но которые есть тексты там допустим 43 пункт украина должна признать свой статус недоразвитого государства я цитирую там установить иностранное правительство с участием украинских чиновников на территории кива то есть правительство созданное евросоюзом и германии это чисто колониальные заведом они выполнены это колониальные вещи то есть от украины требует силовым путем ультиматум признать свой колониально вассальный статус и понятно что в этом и сила системы сопротивления которая складывается что для нас это отечественное сопротивление то есть от те начала отечественной войны украинского народа за отражение агрессии интервенции евгений ну и последний вопрос коротко какие шаги должны предпринять власть и оппозиция для мирного разрешения конфликта если такой вариант возможен дело в том что мы же с вами видели да попытки разговаривать там ну что с кем говоришь кличко американским резидентом это театральные фигуры решения принимаются у тех людей с которыми они только что ездили консультироваться у меркель у обамы и и консультироваться надо с ними а как можно договориться с соединенными штатами или германии не сегодня на этом этапе невозможно единственный вариант который есть это действительно отбить интервенцию отбить атаку агрессию после этого с помощью россии договариваться и конечно россии надо заключать договор об обороне с украиной для того чтобы защитить его хотя бы от фазы воевозможных авиационных налетов со стороны сша то есть блока нато как это было югославии в такой же ситуации ливии и так далее то есть этот сценарий тоже предусмотрен и мы должны эти вещи воспринимать конечно что это нападение на русский мир и и после киева следующая цель конечно же москва евгений лисеевич большое спасибо ситуацию на украине нам только что прокомментировал депутат госдумы насколько мне известно из сообщений в донецке сейчас 300 наемных солдат из компании грейстоун лимитед и 100 наемников прибыло в луганск на мой взгляд это очень серьезная и опасная тенденция показывающая что запад является провокатором заявление сергей лаврова и других о том что украину дестабилизирует не россия соответствует действительности однако я думаю стоит ждать ответного огня когда вам приходится привлекать иностранных наемников для выполнения вашей грязной работы вас нельзя признать легитимным правительство в славянске уже началась а это именно то от чего москва предостерегала вашингтон приказ о спецоперации был отдан сразу после вчерашнего визита в киевцы директора цру сша джона бреннона на нем сообщают информационное агентство со ссылкой на депутата верховной рады вообще русофобская власть в киеве встала у руля в результате кровавого переворота и при откровенной поддержке сша теперь цру работает в киеве еще более масштабно директор цру джон бреннон как сообщает прилетал в киев инкогнито то есть по чужому паспорту особая доверительность в любом случае ответственность за развязывание гражданской войны и дальнейший распад украины радикальные националисты делятся отныне с американцами я говорю именно о гражданской войне поскольку спецоперации проводятся против групп террористов если же власть направляет оружие против собственного народа то везде в мире это означает в течение последних суток мы получали несколько сообщений которые говорили о том что при подготовке вот этой возможной возможной операции которую в киеве называют антитеррористической чувствовалось чувствовались такие вот военспецы со стороны нато и со стороны соединенных штатов вы чувствуете здесь их руку я чувствую прежде всего руку вице-президента соединенных штатов америки эксперимента байдена который фактически очевидно проинструктировал своих ставленников на то чтобы продолжались масштабные операции против мирного протестующего народа на востоке украины поэтому с точки зрения политического давления вашингтона она безусловно на киев присутствует америка подталкивает киевский режим к решительным действиям против восставшего населения это совершенно очевидно что касается иностранных военных специалистов я полагаю что и аппарат военного атташе соединенных штатов америки при собственно посольстве сша в киеве и специалисты которые работают на канале так называемых партнерских связей с украинскими вооруженными силами наконец это наемники прежде всего американские наемники которые присутствуют на украине все эти компоненты безусловно задействуются думаю что киев получает а вот американцев и разведывательные данные по ситуации складывающиеся на восточной украине поэтому мы можем говорить о прямой вовлеченности соединенных штатов америки происходящие сегодня события как ройс которая уже пролилась она не только на киевского режима но она также на руках киеву здравствуйте здравствуйте как вы можете охарактеризовать решение киева начать силовую операцию на юго-востоке украины что послужило причиной вот есть версия что это просто мародерство ну как то получается так что после каждого посещения американскими политиками или чиновниками начинается проливаться кровь украины прошлый раз при посещении руководителя центрального разведывательного управления у нас началась антитеррористическая операция с привлечением армии сейчас после посещения байдена опять пролилась кровь и пять человек погибло как минимум со стороны донецкой самообороны еще большое количество раненых поэтому то что делает киевское правительство это однозначно преступление против граждан украины и рано или поздно придется за это отвечать это военное преступление не имеющие срока давности полег анатольевич слышите ли вы меня сейчас да слышу да замечательно вот вы нам рассказали о своей реакции о ситуации которая сейчас сложилась славянске то что вот каким-то фантастическим чудесным образом после приезда байдена военные решили пойти в атаку ваш прогноз как ситуация будет развиваться дальше можно ли говорить о начале гражданской войны но можно сказать однозначно что пролитая кровь никогда запыта не будет и нести ответственность за то что люди погибли руководителям временно исполняющим руководителем нашего государства придется внутренняя политика управляется на украине спецслужбами и американскими это точно фактически сегодня страна оккупирован на четвертом этаже на улице дмитровская там где находится здание сбу туда не пускают рядовых сотрудников сбу там находятся только разведчики центрального разведывательного управления точно так же они контролируют армию телефоны оборудование они совершенно чувствуют себя очень вольготно в стране и безусловно все решения которые принимаются они согласовываются направляются и на про принимается не на территории украины на территории украины существует два центра власти основной центр власти это оккупационная власть могу сказать кто это значит это колоний колония оккупационная американская власть там даже немцев почти нет ну может есть чуть-чуть потому что немцы здесь выполняет подчиненная роль этот турчинов и цинюк министерство обороны и в целом правительства которое там сформировано и верховная рада управляемая со стороны американцев путем насилия. Вообще говоря, это называется заложники. То есть половина депутатов Верховного Владимира, минимум, это заложники. Нет, ну там есть депутаты, там Батькивчина, Свобода. Это национал-предатели. А там заложники и национал-предатели. Так вот, а те, которые силой, это заложники. Так вот, колониальная власть это Турчинов и Цинюк, и американцы не скрывают, говорят, да, это наши люди, Цинюк и так далее. Национал-наемники это Ярыш, это те, кого американцы наняли для решения, для усиления своей агентурной группировки. То есть вот у них есть свое правительство интервентов, его надо усилить боевиками, национал-предателями. Это Ярыш и наняты им люди. И, собственно, оккупационный континент США в виде иностранных наемников, которые мы видели по телевизору туда прилетели, которые ходят в натовской форме, располагаются на базе Беркута под Киевом, и они являются главным резервом для Турчинова и Цинюка. Именно они будут сейчас подавлять сопротивление национал-наемников в лице Ярыша, потому что национал-наемники, они Ярыш-то деньги получил, и агранты они получили. Изначально они шли под лозунгами... Кстати, абсолютно такая же ситуация была с Бандерой, который тоже в свое время участвовал в карательных операциях гитлеровской Германии, при этом имел некие расхождения в гитлеровской Германии, за что и попал в концлагерь. Правда, в Бархатные жил там в коттедже, но тем не менее, на территории концлагеря. То есть возникла та же история. То есть возникают силы наемников, которые как бы имеют определенную идеологическую часть, не стыкующуюся. Ну, короче, не может стыковаться идеология национализма с идеологией обслуживания экопанта, своей собственной страны, задача которого обрушить уровень жизни и уничтожить население твоей собственной страны. Совершенно разные две идеологии. Да. Но молодежи-то ей же пичкали на этом, ее же на этом поднимали. А реально она обслуживает сегодня оккупационную администрацию в лице Яценюка. Поэтому у них возникает некий разрыв шаблонов. Если для Яроша это не так важная вещь, потому что он богатый человек уже, то для части его молодежных отрядов это важная вещь. Но еще один момент. Вот та третья сила, оккупационный контингент США, который там находится, они вообще-то говорят, они делали Майдан. Поэтому у Яроша недостаток с точки зрения стратегического планирования. Он недостаточно умеет заниматься оранжевыми. Для него это первая оранжевая революция, а для них двадцатая. Понятно, да? Поэтому, когда вы видите неудачи Яроша сейчас, то они вызваны не только тем, что он слаб, но и тем, что он не имеет технологий. Потому что он силен был, когда он был вместе с американцами. Когда американцы убрали командиров из его солдат, военного мяса, то он ослаб, резко ослаб. Поэтому сегодняшний процесс мы видим. Он там попытался, у них там убили этого музычка, он там пытается рубашку колотить себе. А реально, как только доходит до дела, собрал всего две тысячи боевиков. А на Майдане у него было 20 тысяч. Почему? Потому что тогда у него была пропаганда, тогда у него были командиры из числа американских специалистов и спецслужб, а сегодня их нет. И реальный вес его сразу упал в десять раз. Вот на политических весах. То есть, когда на его стороне были американцы, он был силен и велик. Американцев нет, он маленький партизанский отряд. И сейчас, я думаю, что они его просто кончат, потому что по законам жанра его надо кончить. То есть, получается, Ярс сейчас будет мстить всем и вся? Нет, его кончат и все. Его просто, как и музычка, удавят и все. Реклидируют. Конечно. И его боевиков посадят. Это обычно так и происходит. Это как Гитлер, допустим, расправился со штурмовиками, с Реймомом. Две тысячи человек зарезал. Например, так вот. Гитлер. Потому что это технология. Не может быть в одной системе управления интервенты и националисты. Ну и сейчас получится так, что вот это новое нелегитимное правительство, да, ликвидировал Фьярша, там, правый сектор, да, скажет, о, мы ликвидировали его. Все. Мы молодцы. Мы хорошие, мы будем понимать страну. Кстати, обратите внимание, вчера они сказали, для чего они убили музычка. Вчера же прошла информация. Для того, чтобы нам американцы дали кредит. Вчера это было, вы можете обратить внимание. И об этом сказал кто-то из руководства правительства. Мы убили музычка, чтобы американцы нам дали бабла. Все просто. Они и Яроша так ударят, потому что он ему уже не нужен. Это, еще раз, это, да, отряд. Он был нужен месяца два-три назад. А сейчас-то зачем? А сейчас он уже не отряд, а ворюга. Мешает нам воспользоваться богатством компрадорским. Потому что часть же денег достанется из здания и тому же Яценюку и его компании. Правильно? А тут какой-то Ярош ходит и грабит. Там же рейкетом занимается. Зачем они нужны? Не нужны. Поэтому они его удавят. Реально у Яроша где-то тысячи три-четыре. Их бы Янукович удавил. Или там, ну, американцы Януковича запретили. Да не посмелее. Он просто работал на американцев. Он был пятой колонной. Пока они его не решили предать смертной казни, он же потом объяснил, что они меня обманули. Они мне обещали, что я буду хорошо жить до старости, мои миллиарды будут при мне. А меня обманули и решили вздернуть на виселицу. И я обиделся. Он же сказал об этом Донецке. В Ростове? Нет, в Донецке сказал, когда он еще был в Донецке. Помните, вот первое интервью? Первое интервью, да. Ну, там он же меньше. То есть, он сказал, меня обманули. Но так же и с Ярышем. Но Ярышем даже никто считаться не будет. Он просто полевой командир, который не поднял своей роли, всерьез поверил в то, что он националист. И у него, у его людей, не у него, возникли сомнения, стоит ли служить интервентам иностранным по уничтожению своего собственного народа. Ну, вот ему сейчас быстренько объяснят, что не стоит, что ты ошибся, парень. Посадят в тюрьму и под него еще проделают американцам, что мы полностью контролируем ситуацию, и вы можете давать нам кредиты. Но это не избавит страну от террора. Нет. И, так называемое, эскадроны смерти. Нет, эскадроны смерти созданы американцами. Смотрите, еще раз вернусь. Смотрите, в Киеве сегодня существует три власти. Первая власть – американское правительство, интервентов. Это то, что раньше называлось бургомистры. Вот был бургомистр Киева в 42-43 годах. Вот бургомистры Украины сегодня – Турчинов, Яценюк и правительство. Есть вторая сила – национал, наемники и предатели – это Ярош и националисты, к счастью из которых абсолютно искренние. И есть третья сила – оккупационный контингент США, то есть военнослужащие США, регулярные и нерегулярные, даже которые ходят в военной форме США, которые являются оккупационными войсками на оккупированной территории. Это всегда так было. Вот был бургомистр, а была комендатура. В комендатуре сидел немец, бургомистр был русский или украинец. Всегда так было. Так вот, третью силу национал наемников первая и вторая сила ликвидируют, потому что вообще она слабая, эта третья сила. Она была нужна как передовой отряд, то есть она должна была как бы дать идею, тарам. А теперь они не нужны, они будут кончены. И дальше останется только две силы, это Турчинов и Ценюк и оккупационный континент США. Карательную функцию будет выполнять оккупационный континент США за счет иностранных головорезов наемников из Сирии, которые абсолютные отморозки. И задачи, которые теперь возникнут, две задачи. То есть одна задача. Сейчас у Ярыша как бы есть вторая задача, Великая Украина. Он там то присоединяет, а то то говорит. Эту сторону уберут и оставят только одну американскую оккупационную задачу. Задача, она изложена. Сократить население Украины в пять раз, то есть на четыре пятых. Обеспечить выплату дани и обеспечить территорию Украины для войны с Россией. А для третьей цели необходима внутренняя дестабилизация Украины. То есть нельзя, американцы не хотят давать власть Турчинову и Ценюку, потому что они должны быть формальны, да, вот как бургомистр. Он там формально должен присутствовать на открытии футбольных матчей, но для реального решения должны принимать оккупационный контингент США, то есть комендант или гуляйтер, понимаете, да? Поэтому им не нужно сильное правительство украинское, им нужно слабое правительство и Ценюка, формально, как бы правительство липового прикрытия, типа во Франции было такое, значит, правительство Виши и так далее, формально. А реальная власть должна быть у оккупационного континента, то есть непосредственно у американских граждан на территории Украины и Киева. И цель этих граждан, дань сокращения населения Украины, война с Россией. Именно по этой причине они даже в повестку дня, вот что там вот это у нас как женщина с косой вдруг, то она дружила с Путиным, она говорила, я с Путиным обо всем договорюсь, помните, она еще две недели назад это говорила. Теперь она говорит, убивайте русских. Нет, а две недели назад говорила, я договорюсь с Путиным, ребята, вы не договоритесь, я договорюсь, я его дружу, подружка, помните, она говорила, две недели назад. Сейчас она говорит, убивать всех русских, убивать всех украинцев русскоговорящих, 8 миллионов человек, и даже убивать их ядерным оружием, дайте мне, уважаемые американцы, а кто еще даст. Включая их руководителя. Да, ядерное оружие, я их всех убью лично ядерным оружием, возьму бомбу, пробегу и брошу. Вот что она говорит, для чего, она же не с ума сошла, она участвует в конкурсе гувлейтера по подбору липового президента Украины. Ну да, она будет участвовать в президентской, она высказала, оказалась намеренностью. То есть, чтобы туда попасть, в число участников конкурса, надо заявить, что ты готов воевать с Россией. Кандидатов, которые не готовы воевать с Россией, не берут. Это условие. Да, то есть, американцы сказали, объявляем конкурс на президента. Выборов не нужно, потому что достаточно избирательной комиссии. Она проголосует, мы туда отправим оккупационный контент в США, и она заставит подписать нужный протокол избирательную комиссию, а мы признаем. Поэтому выборов никаких не будет, мы назначим, кого надо. Назовем и назначение протокол выборов. Это нам не жалко, так, бумажкой. Раз вы такие странные варвары, хотите такой бумажки, пожалуйста. Раньше мы бургомистра называли, и без этой бумажки назначили, но если вам надо же так оформить, оформить, но на этот конкурс мы подбираем человека, который возглавит прикрытие войны с Россией. Готов будет. То есть, функция война с Россией. Кто из вас готов воевать с Россией? Поумнее, Тимошенко сказал, я готова за должность президента Украины формальную, липовую и бабло, которое это сопровождает, я готова воевать с Россией. Отлично. Отлично. Ты подходишь. Ну, буму ей никто не даст. Для этого есть оккупационный кандидат США и наемники. А как бы подписывать бумаги, изображать такую роль Горбачева, это пожалуйста. Значит, кто еще? Там еще кто-то заявился. Этот, этот, этот. Ну, вот принцип отбора простой. Кто не готов воевать с Россией, тем в конкурсе не участвует. Потому что проект воевать с Россией. Может быть, многие блефуют, но Тимошенко, она тоже же... Они все русские, по факту. Нет, Тимошенко даже не украинка. Это мы знаем. Но это не важно. Может быть, блефуют. Вопрос не в блефе. Вопрос в анкете. Личный статус. В анкете. То есть, если вдруг они поймут, что она не готова, они ее убирают и ставят другого президента. Ну, допустим, если Тимошенко... Они ее просто даже не поставят. Нет, если она проходит, она ее ставит президентом. То есть, если она их обманет? Да. Ну, куда она денется с подводной лодки? Рядом с ней будет оккупационная континент с пистолетом. Охранять ее от нее же, да? Конечно. Куда она денется? В данном случае они просто говорят, ищем соискателя на должность. Принимаются люди, готовые воевать в России. Пишите анкету. Она и Тимошенко анкету не запомнила. В России воевать готова. Прошу рассмотреть меня на должность президента. Кадровое агентство. Все, посолы, это Госдепартамент США, соответственно, смотрит, перебирает их анкеты. Там Тимошенко и Ценю. Евгений Алексеевич, вы, кстати, параллельно оцените. Как раз в дополнение к этому пришла информация вчера, что по словам сотрудника украинского посольства, в России началась срочная эвакуация посольства украинского. По его словам, за ними прислали самолет и дали команду покинуть Россию срочно, поскольку им говорят, что должна быть объявлена война России. И потом поступило уточнение по украинскому посольству в России, что не менее 150 сотрудников уезжают в субботу поездом, а остальные улетают на самолетах с пятницы до понедельника. Тем не менее, посольство не прекращает свою работу. Вполне возможно, в ближайшее время будут организованы провокации, аналогичные штурму навигационной станции в Генечасе. Вот эти оккупационные континенты США там не бездельничают. Знаете, сколько дорого стоит наемник, боевик? Не нанимал, не знаю. Очень дорого. Уж дороже, чем Майдан, ведь несчастный. На порядке дороже. И содержать такое большое количество людей, это американцам дорого, наемников. Поэтому они должны действовать. Собранных только командиров 500 человек, а численность наемников, которые американцы нагнали под Киев, порядка 20 тысяч. Это не украинцы, это иностранные наемники. В основном из Сирии. Благодаря чему отсюда возникли успехи на фронте. Заметили? Да. Потому что войска сняли и перебросили в Киев. Вот они будут действовать. Следовательно, вывод провокации. Ну, конечно, американцы хотят все это оттянуть на после выборов. Провокации на территории Украины и России. И России, и Украины. Еще раз говорю, американцы воюют с Россией. Им Украина вообще по барабану. У них цель Москва, Путин, Россия, а не границы России и Украины. Вы думаете, без разницы, где Крым? Да и вообще по барабану, что Крым в России, что на Украине, что им все равно. Это не их территория. Им нужна война с Россией. И они эту войну запускают на территорию Украины. Почему мы и говорим, что будет элемент подготовки к войне резня, концлагеря, эскадроны смерти, созданные американцами и подчиненные временно Яценюку. Вот эти, которые убили Мюзычко и которые будут резать сейчас население Украины массово. То есть задача эскадрона смерти, зарезать несколько десятков тысяч человек. Я это говорю, я со всей, как говорится, жалостью к Украине, к людям. Я говорю, как устроена технология. Возьмите, посмотрите, Пиночета, он делал то же самое. Резал своих сограждан в концлагерях, на стадионах и так далее. Этот процесс запущен. Для этого туда переведены люди и для того, чтобы этому процессу не помешали национал-наемники, часть из которых может помешать этому процессу, потому что резать-то будут и их родных тоже, конечно. Их для этого сейчас обезглавляют и зачистят. Вот простая вещь. И поскольку Ярош уже потерял инициативу, это уже точно произойдет. То есть уже все, Яроша считайте нет. Ну там нужно какое-то время, чтобы оформить его смерть и все. Вот какие процессы запущены. Это наука, история. Это даже не инсайд из Украины. Это просто есть такая методичка, в соответствии с которой пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4. Мы сейчас находимся на стадии подготовки резни на территории Украины, которая перейдет в геноцид. При этом обратите внимание на средства массовой информации. То есть американцы на территории Украины зачистили полностью все СМИ. Абсолютно. Там нет никаких СМИ, кроме проамериканских. И не только российских, кстати, вообще все. То есть СМИ там превратились в чистом виде, отключили интернет. СМИ там превратились, даже наш сайт отключили, украинский нот. Восстановили, да. Но уже на русском хостинге. Не, но украинский отключили. То есть отключили интернет. То есть запустили процесс информационной подготовки. Мне понравилось. Я тут видел... Вообще вам надо найти канал к украинскому телевидению. В Крыму или где-то попросить кого-то. Чтобы они просто передачи снимали и нам отправляли. Что показывают гражданам Украины. Я просто... Я вчера посмотрел передачу украинского телевидения. На В как-то называется. В ТНВ. Как-то так. Там, значит, рассказывается о мятеже в Ростове российской воинской части и депутатов ростовского парламента о переходе Ростова в юрисдикцию Украины. То есть Ростов со всей, значит, областью в результате военного... Хочет перейти, да? Хочет военным путем присоединиться к Украине. Это рассказывает центральное телевидение Украины. Чтобы вы понимали, о чем речь вообще. И людям это видно? Это другой вопрос. А другого нету. Они же отключили интернет, российское телевидение. То есть работает в полном масштабе пропагандистская машина в стиле «вы все идиоты абсолютные». То есть приехали просто бультяшные персонажи из Вашингтона, которые даже не посмотрели, в какую они страну придумали. Приехали просто и монтируют вот эти идеологические вещи. Ну просто давайте сделаем у себя у нас на ноде какой-то отдельный информационный портал, что говорит украинское телевидение. Причем главное, да? То есть не какой-то мелкий канал, а основные каналы там 5-6. Там очень интересные передачи сейчас идут. Здесь сделать можно, да. Да, просто очень интересные. Так вот, зачистили телевидение. А это означает, как раз и означает, что людям можно сказать все, что угодно. Людям можно сказать, что они уже ведут ядерную войну с Россией. Там харковчанам можно сказать, что Россия уже уничтожена Львов ядерными ракетами. Они же поверят. Другой-то информации нет. У них другой нет. Вот утром выходит телевизор, и трясущаяся город говорит, москали уничтожили ядерным оружием Львов. И что он вам сделает, скажет житель Харкова. Блин, даже не знаю, что ей сказать, скажет. Пронятно. Хорошо, спасибо. Вот это так все и работает. И в целом, конечно, еще раз говорю, на Украине вариант только один. Это подъем национально-освободительного движения, переход к отечественной войне украинского и российского народа с иностранными интервентами, американо-немецкими, освобождение своей родины, отказ, соответственно, через это от выплаты дани. А для этого надо начать любить свою родину и перестать сдаваться иностранным интервентам на территории Украины. И начинать думать. И начинать думать. А если нет мозгов, платите, терпите, умирайте. Спасибо, Игорь Негода.